Какой Юпитер? Сатурн. Помазал кадр при низких настройках суточувствительности. Так, отошел, даю ему, не трогаю ни штатив, ни фотоаппарат, даю возможность самому вот как под 45 градусов буквально к горизонту направлен. Это он только встает над горизонтом, вот в таком положении, под острым углом, вернее, не под острым, под углом 45 градусов, в горизонт. Какой-то острый, не острый, тупой, тупой, да. Угол 45 градусов острым, да. В общем, 125-крат увеличение оптическое, 4-цифровое, фотоаппаратник Onclepix 5000. Чудесно, хотя у нас через облачка и через плотные слои атмосферы земные, тем не менее, вижу я даже на маленьком экранчике, не только в окуляре, кольца Сатурна. А вот он Юпитер справа вмешался. Сатурн у нас был 1 миллиард 345 миллионов километров, сближение было противостояние 21 июля, сегодня 23. Я уже устал эту мантру повторять. Ну, в общем-то, вот он Юпитер. Он или его? Надо же! Подожди, а что я вижу спутники? Вообще, по идее, при таких настройках светочувствительности, я ожидал увидеть полосы. А спутников при таких настройках не видно. Сейчас вползет в кадр. Подождите минутку, секундочку. Вот он. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Не-а, а полос как раз не видно. Не, ну видно что-то не такое. Ну, попробую я с резкостью чуть-чуть, извиняйте, поиграться. Может что-то выжму. Ничего я отсюда не выжму. Совсем все тушкало стало. Юпитер, полоса белая, полоса черная. Ладно. Две минутки и пойду я Луну снимать, потому как она прячется за облака. Хотелось бы ее зафиксировать в этом дубле. Так, справа это Ио. Возглавляют у нас колонну. Потом Юпитер, потом спутник Европы, потом Ганимед. Ганимед и сейчас будет слева влез в кадр. По крайней мере в окуляре вижу Калиста. Все. Поехали к Луне. Слетаем, смотаемся. Да, я ИСО, по-моему, увеличил. Поэтому оно чуть-чуть светлее. Ай, все уже да. Профукали мы наше счастье. Ты посмотри, ну буквально три минуты назад снимал дубль. Было чистое небо возле Луны вокруг мазки облаков. А сейчас уже все. Накрыло нашу Луну. И опять я слышу, приближается автомобиль. Это просто потрясающе. Человек пятый. За 15 минут. Ну что такое. Уже практически чуть не за чертой города. За окружной. Ладно, хорош ныть. Вот она красавица. Пускай даже чуть-чуть через облачко, но и так красиво. Видно, да, вот это. Слишком рассеянный свет из-за облаков. Давай сейчас на полный кадр возьмем. Новую Луну зарождающуюся. И пойдем это все в YouTube выкладывать. Да, ребята, там спрашивают тоже, когда это сейчас происходит, эти парады планет. Да, я видео выкладываю в основном через час, через два после съемок максимум. 21.19 по Киеву. Так что можно выйти и посмотреть самому. Ну, конечно, если вы где-то на тех же широтах, на тех же меридианах живете приблизительно хотя бы. 23 июля 2020 год. Завтра приближается комета Наглазь, ближе всего к Земле. Кто хочет увидеть, воспользуйтесь случаем. Используйтесь. Оным RPG Продолжение следует...